Добрый день! Мы находимся на выставке «Экология и искусство», которая второй год продолжает проект «Экология и товархозы художественного в индустриальном ландшафте». В этом году у нас иная концепция экспозиции, иной подход, иные авторы участвуют в выставке «61 работа, 19 авторов». Среди них большая часть — это челябинские художники, фотографы и графики. Сейчас мы находимся возле экспозиции работ, которые предоставлены нам в антикварной галереи «Арт-кабинет». И здесь запечатлены классические виды уральской природы, классический уральский пейзаж. И этот блок работ, четыре представлены здесь, четыре витринья под стеклом, этот блок работ противопоставлен тоже видом уральской природы, выполнен тоже в академической манере, которые у нас расположены с права отхода. Это работы Ольги Антипиной, магнитной художницы, преподавателя живописи и магистра искусствоведения ЮРГУ. Здесь свои работы Ольга погружает в атмосферу мемориала, в атмосферу памятного события. Она возлагает цветы, утрачиваем пейзажем, изменяемым ландшафтом, которые под действием человека теряют свой облик и разрушаются. Вот так превентивно Ольга хотела бы показать уязвимость уральской природы превентивными такими видами. Это та ситуация, которую мы не можем и не должны допустить в своей деятельности и в своей жизненной области. И надо сказать, что именно вот этот блок, несмотря на его, ну, такой устрашающий для них, он производит, пожалуй, наиболее, судя по-моему, наиболее мощное воздействие на зрителей, которые попадают в наше пространство. Дальше экспозицию продолжает блок работ нашего замечательного челябинского графика Щетинкина и Елены Александровны. Здесь работы мы расположили таким образом, что их настроение меняется слева направо и сверху вниз. Если в левом верхнем углу мы видим очень радостную, позитивную активность, мы видим ангела, парящего над землей в радужном свете, то в другом углу этому ангелу противостоит картина апокалипсисная, картина, где природные катаклизмы, металлорфозы, картина, происходящие с землей, приводят к гибели всего живого. Кроме всего, нам угрожает и опасность из космоса. Вот одно из произведений, которое здесь представлено, посвящено нашему челябинскому метеоритму, и это тоже одна из форм оснасления тех опасностей, той хрупкости жизни на земле, которая нам дана. Кроме прочих опасностей человек создает массу вооружений, и вот в неком символе ядерного взрыва и в то же время символе воронки внеменев, человек на корпусе Милина Ищетинкина исчезает, а остаются на земле последние обитатели, последние жители земли, это насекомые, которые считаются, что могут пережить все, и в том, что ядерную землю. Одним из центральных произведений на этой экспозиции выступает вот этот вот раковой срез, как называется в этом земле, и в этом Ищетинкина. Здесь вид, срезанный таком мальчиком, сопоставляется с видом фабличных заводских труб, созданных руками человека. И так же, как нет перспективы жизни, цветения, вот этих срезанных адуванов, так же и нет перспективы продолжения жизни в этой тех трубе. Человечество должно искать и находить иные способы индустриального развития, технического прогресса, которые бы не вели каким-то мутациям в природе, и на линии, которые бы не вели. Вот идея поиска гармонии, идея поиска иных путей развития, в том числе, выражена в этом произведении зона покоя. Здесь все стихи сведены в некое равновесие, присутствуют и благоухающая жизнь, присутствует и газовое небо, но тем не менее это та жизнь, которая на земле не должна двигаться опасность потепления под воздействием друг человека. Ну, один из, наверное, наиболее неброских, но наиболее интересных произведений здесь является. Вот это произведение, в котором разные облики, образы животного мира накладываются друг на друга и то ли это воспоминания, то ли это миражи, то ли это образы исчезнувшей природы, то ли это символика всего живого на земле, но разного, разные формы жизни, они здесь проявлены и даны как предостережение, как предостережение человеку перед теми пьяниями, которые будут привести к полному исчезновению. Дальше мы переходим к произведению Ольги Николаевны Гражданковой. Центральной из них в этом блоке ее работ центральной является интерактивная инсталляция сигнала, которая создана совместно с композитором Мужбиневой Мариной Игоревной. При нажатии на кнопки, эти красные кнопки, звучит музыка, звучат те звуки, которые остались по замыслу авторов в постапокалиптическом ландшафте, в постапокалиптическом времени. И мастерская художника, в которой когда-то вкипела жизнь, творились новые миры, после какой-то катастрофы пришла запустение и покрыто слою пыли. Никаких звуков, кроме вот этих ужасающих скрежетов, уже не доносится в этом мире. Также два идиографических листа, это дептих, асфикция, показывают ту сдавленную жизнь человека, который подвержен воздействию невлагоприятных экологических условий, но в частности смога. Сам этот блок работ является частью проекта «Без воздуха». И вот эти два идиографических листа как раз и символизируют вот эту ситуацию, когда человеку не остается возможности решать. Ольга и гражданинам также принадлежат вот эти арт-объекты «Маски и средства и медленная защита», которые она раскрашивает каждый по-своему. По замыслу автора, это должно явиться неким предостережением, некой ситуацией опасности, когда художнику предоставляется возможность создавать новые уродные аксессуары, предоставляется возможность создавать некие, украшать некие средства медленной защиты. Она как бы показывает то недалекое будущее, которое угрожает человечеству, которое будет вынуждено вот такими средствами пользоваться. И, конечно, тем самым человечество должно задумываться и не допустить подобного развития ситуации, подобного сценария. Здесь у «Маски» собрана семья мужской, женщины, ребенок. И работа Сергея Каляскина, нашего фотохудожника, который является саккуратором этой выставки, дополняют образы этих героев. Мир техногенный, мир железа, сложный, сложный поутину, заключенный в этой работе, он относится к мужской части деятельности, в том, который здесь превращается в планету железобетона, в планету муравейной книги, в которой на самом деле нет особой жизни. Это символика женского начала. Ну и вот следующая планета, которая проверяет парамозик по планете, опоясанной железнодорожными путями, это мир ребенка. Ну вот такая сложная, технически сложная фоторабота. Вот фоторабота здесь представлена фотохудожника впервые. А как это сделано? Ну, возможно, следовало бы обратиться к фотохудожнику, но пока что он хранит свои циклы. Следующий по порядку объект, который мы встречаем, это работа нашего членовского художника, членов Союза художников Лагиберова Александра Михайловича, «Возрителей Нес». В этой работе показан человек, собиравший яйца птичьи и собравшийся вниз. И при этом он погубил эти зародыши жизни, он погубил себя, он в жутком рагусе лепит вниз, но при этом сохраняет абсолютно спокойное и деловитое выражение лица. Он не чувствует опасности, он ее не осознает. А вот таким природопользователям, я полагаю, посвящено это произведение. Другой природопользователь упорно пробирается вверх, несмотря на печальный опыт своего собрата, и столь же деловое, столь же бесстрастное выражение лица запечатлено на этой картине. Хотелось бы, чтобы те ответственные лица, которые принимают решение о пользовании теми или иными природными ресурсами, обращались подобным образом, видели подобным образом, и видели, к чему нас приведет и где их есть. Следующий блок работ, который представлен нашими фотохудожниками, Аляскому Сергееву и Кочевниеву Дмитриев, показывает человеческую деятельность. Здесь плавится металл, здесь создается некая цивилизационная оболочка, которая нарушается со временем. Здесь природный ландшафт заменяется индустриальным ландшафтом, и все это ведет к разрушению, к полному исчезновению, к безжизненности, к полному исчезновению жизни. Если здесь этот пейзаж выступает отчасти как символический пейзаж, то здесь, в этой подавании, представлен совершенно конкретный карабашский пейзаж. Здесь показаны горы, которые смыла кислотными дождями, а здесь показана местность, затянутая смолом, который выдает замок в безветренную погоду. И зона экологического детства, зона карабаша, она, конечно, вызывает массу нареканий на сегодняшний день. Транспортное... Развитие транспорта человечеством ведет, помимо того, что человек преодолевает расстояние, и с этой изменения окружающей следы, вот этот вот дым, как будто вырывающийся из пасти дракона, он заполняет все округу, заполняет... отражается в зеркале воды и улучшает, конечно же, тревогу. Ну и как переход вот от этой ситуации к картине Владимирова, видится вот эта работа, тоже несущая достаточно емкий символический смысл, погулка. Мальчик, ну, как стильки, символ неразумного дитя, шагает, балансирует между двумя стихиями, подвергает себя опасности, но при этом шагает совершенно безрассудно, безбоязненно, не задумываясь о том, что же может случиться дальше, если вдруг он подочнется и не сможет пройти дальше, не сможет сделать следующий шаг. Дмитрий Кочеркин показывает нам результаты всей этой деятельности человека, когда пожары, это смог, это ситуация опустынивания, ситуация, когда из массы природного биоматериала, из массы лесов, да, остается одинокостоящее дерево, которое тоже наклонено, и вскоре ему предстоит даже участь в гибели. Еще раз повторюсь и еще раз скажу о позиции наших художников, которые своими работами не, конечно же, не успевают эту ситуацию и не показывают красоты этого пейзажа. Они через показ вот этих вот особенностей этого пейзажа они зрителя предвигают решению, побуждают решению отказаться от той деятельности, которая может нанести мне пребыв. Здесь Сергею Коряскому представлены три работы, которые видятся символами трех путей человечества. Если человек на центральной работе существует в гармонии с природой, он не противостоит и он находится внутри нее, то на верхней работе происходит некое слияние, некое нахождение гармонии, восхождение к единению с природой, с космосом, а в нижней работе человек оказывается среди пустыни. Он, по сути, облечен здесь и в дальнейшем существовании совершенно безрадостно. И вот эти настроения отражают этот выбор пути для человека, отражают вот эти три работы. Следующий блок работ представлен авторами, которые занимаются актуальным искусством. Это Олег Семенов и Альберт Али. Это совершенно иной язык. Уже раздавались опьянения в адресе кураторов выставки, что мы сталкиваем массу языков, создаем такую многоголосицу, может быть, что-то невнятное получается в итоге, когда мы представляем зрителю разные по характеру живописного художественной выразительности разные средства. Но мне кажется, это и возможно делать, по крайней мере, в порядке эксперимента, и правомерно делать, потому что современный зритель погружен, ежедневно погружен в некую мозаику впечатлений, погружен в некий хаос образов и приходя на выставку, наверное, он не должен заскучать, воспринимая только лишь один язык. Когда мы предлагаем ему тот же массив, ту же гамму, ту же сумму впечатлений художественных, пожалуй, мы не шокируем его, мы, в общем-то, его погружаем практически в ту же самую следу. Что касается вот этих художников Семенов и Аминова, то здесь представляется, что следствами традиционной живописи наверное практически невозможно передать туру те достаточно простые и достаточно может быть иногда агрессивные высказывания, которых заслуживает та или иная деятельность человека. И если наш Челябинск оказался в ситуации, когда его экологическая ситуация постоянно находится в зоне критики, если для многих челябинцев возникла ситуация выбора остаться в родном городе или искать себе иное место жительства, то никто ни фотохудожники, ни художники традиционной, в традиционной живописи, никто этого передать не может. Но это может передать актуальное искусство, которое изначально нацелено на некий иногда может быть эпатаж, иногда скандал, иногда на сознательное обострение ситуации. И вот здесь видится как раз таки роль современного актуального искусства именно в таком плече. Вот эти три работы посвященные Челябинск представлены Олегом Семеновым. Да, они просты по языку, они на первый взгляд достаточно может быть кажутся и примитивистскими, но если мы посмотрим по тому, как сделан фронт, как сделаны дыны, например, в работе «Демоград», как собраны формы домов и заводов, как решена, решен жилист вот этой надписи, то, в общем-то, отказать в художественности такому произведению уже не получится. Другое вопрос, что это может кому-то нравится, а кому-то не нравится, но это уже, наверное, поле споров, поле неких размышлений и обсуждений, но в общем-то это есть и останется уже фактом искусством. Что касается Альберта Аминова, то он более сдержан, более молчалив, вот и двух принадлежат работой таких гавы и СОС, работа СОС, где изображена земля в космическом пространстве, но при этом эта земля плавает в нефтяной луже и в любой момент этот домовый шарик может быть утрачен, он может быть снят теми нечистотами, которые земля человечеству и дарит дарит человечеству какие-то огромные возможности, но эти возможности обращаются не на пользу земле. И вот в той же теме опустынивания священа та верхняя работа, где осталось одно единственное дерево среди направлаждения каких-то форм, каких-то может быть остатков цивилизации и среди вот этих остатков цивилизации в общем-то многие по крайней мере и я в том числе я думаю смотрю какие-то символы, которые относятся к названию челялистые звукой челли где-то б подъем вот то есть это тоже оцинка к нашему голову к нашим ситуациям. Ну и чтобы не заканчивать на такой ноте негативной сугубо мы обратимся вот сейчас к двум пейзажам нашего участника Анны Афигеновой которая представляет здесь совершенно такой у него это лёгкий величный пейзаж с предметой нашего вновь обретённого прошлого с церковной архитектурой и всё это как сиянье как ореолом как нимбом эта церковь окружена равной и более экологичная такая тема это вот этот индустриальный реличный очень тонкий пейзаж в котором дыны и трубы не воспринимаются как ображдебно которые дают этому пейзажу этой живописной высоте дополнительные краски и синий вот на этом наш небольшой рассказ о выставке о нашей работе кураторов в коем являюсь я и Сергей Галяскин мы заканчиваем спасибо 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 спасибо